Дмитрий профессиональный Мы вышли на связь с домофончиком Аркадем и он любезно предложил и согласился помочь нам рассказать о всех тонкостях его профессии и сейчас мы направляемся прямо к нему в офис Здесь вот мы видим одинаковые дома с одинаковыми подъездами и в каждом установлено по домофону даже не представляю как можно обслуживать столько домов Но Аркадий, надеюсь, сейчас нам расскажет все осталось только найти нам подъезд Итак, мы нашли подъезд Аркадия и сейчас мы проследуем к нему прямо в офис Вот здесь находится офис домофончика Аркадия и сейчас мы к нему пройдем и узнаем все о его работе Аркадий, здравствуйте, можно к вам? Да, добрый день, подойдите Спасибо Итак, это Аркадий, Аркадий работает домофончиком уже более 10 лет За это время он успел освоить все тонкости своей профессии и стал психологом профессионалом своего дела Так скажите же, Аркадий, что входит в ваши обязанности? Ну в мои обязанности входит открывать двери и закрывать двери и комментировать действия людей, которые входят в подъезд А скажите, да как это все работает? Как вы можете понять, когда вам нужно что-то сказать и что вам нужно сказать? Ну вот смотрите, вот у меня стоит монитор, да, и вот здесь идет запись, вот И когда люди, вот к примеру, люди подходят к домофону Я их вижу Вот вот сейчас, да Люди, смотрите, вот подошли к домофону Они вот ищут ключи вот этих козы, и как-то не могут найти этих ключe Вот когда они находят ключи, подсоединяют свой ключик, все Тогда дверь открывается, у меня здесь загорается индикатор Я говорю, входите, дверь открыта Так а вот сейчас они будут люди что-ли, я буду идти говорити или открывать двери или вы? Ну все верно, сейчас они приложат, у меня загорится индикатор Я скажу, входите, дверь открыта. Продемонстрируйте нам. Ну вот сейчас вот эти люди, люди сейчас зайдут. Ну, им осталось только эти ключи. Вот, смотрите, они заходят, я им говорю, водитель, дверь открыта. Вот, люди зашли в подъезд. Ну, очень интересно. Скажите, а вот сколько подъездов вы обслуживаете? Весь дом или только один подъезд за вами закреплен? Ну, вот смотрите, я обслуживаю три подъезда. Три подъезда, но это, понимаете, это очень тяжело. Я съездил недавно на повышение квалификации. В Минск, в Минск. На повышение квалификации домофонщиков. Вот. И тогда мне дали уже только третий подъезд. Представляете, да. Тяжелая работа. Вы сдавали какие-то экзамены? Я сдавал экзамен, да. Повышение квалификации. И все-таки я сдал его. И теперь у меня три подъезда. Целый дом, представляете? Ну, наверное, оклад тоже весь прибавился. Оклад прибавился. Оклад мне очень радует. Вот смотрите, я вот могу попить спокойно чай. Каркадель. Ну, понятно. Скажите, а как дела в ТНС с новичками? Вот как, легко ли вообще устроиться на такую профессию? Ой, извините, извините. Неправильно набран номер. Вот в такую профессию устроиться очень сложно. Это очень сложная нервная профессия. Сидеть приходится очень долго. Но новички, когда приходят к нам, они стажируются две недели. Им дается определенный подъезд, в котором, в котором они сидят, значит. Вот. И они его обслуживают. Если все у них получается, они получают эту работу. Вот. Ну, понятно. А вот скажите такой вопрос. Почему же голоса у всех домофонов, у всех подъездах, они одинаковые? Я понимаю, мне часто задают даже мои знакомые этот вопрос. У нас стоят вот на этом оборудовании фильтры. Разные ряды фильтров, которые, когда приходит человек, мы просто говорим, входите, дверь открыта, а в итоге вы слышите один и тот же голос во всем месту. Ну, понятно. Очень интересная система. А вот скажите, случались ли у вас какие-нибудь случаи? Курьезные, либо какие-то ошибки? Ну, случай, понимаю, случаев очень много. Случаи постоянно. Постоянно такие случаи, вот приходит один раз мужик, да? Я ему, он набирает номер, а я говорю, неправильно набран номер. Неправильно набран номер. Неправильно набран номер. Неправильно набран номер. Вот видите, такие бывают, ну, приходится понимать. Очень нервная работа, нужно быть постоянно держать себя в руках. В форме этого места. А у вас сохранилось это видео, не могли ли вы? Конечно, продемонстрирую, да, вот на месте. Щи б***ь. Б***ь. Ай, б***ь. П***ц. Вообще забыл. Ну, б***ь. А как теперь? Б***ь. Б***ь, скот набирать надо. Я не знаю, ни х***и реакует. Этот? Б***ь. Б***ь. Б***ь, я домой б***ь попаду теперь. Ну, сука. Б***ь. Да, действительно, приходится себя контролировать. Я вижу, у вас тут на стволе стоит лежит тетрадка. Вот скажите, это что такое? Ну, понимаете, да, документация. Начальство требует, чтобы мы какие-то параметры что-то записали. Дверь не открывается, замерз замок, камера не работает. Объявлено одно «хорошо», потому что я хорошо работаю. Ну, такие бывают. То есть, в конце дня, как правило, такие вот неполадки у вас понятны? Всё верно, всё верно. Скажите, а вот дверь, вот я у вас вижу, это что-то такое? А, это пособное помещение, там, знаете, переодеться, пойти с работы домой, там, поспать, где-то, чтобы попить. Какая-то своеобразная комната? Да, своеобразная, да. Можно пройти. Ну, а разрешите ли вы мне? А, конечно, посмотрите, попробуйте, да, вот смотрите, монитор. Вот здесь сейчас погодит человечек, вы сможете ответить. Ну, как раз в это время он подходит. Да, да, ну, так, нажимаете кнопку, и вырубится. Так. Открыто. Это у вас очень хорошо, да, у вас очень хорошо получилось. Вы можете работать для пополучей. У меня есть замоки, да, у меня очень. Да, есть. Я бы даже взял его как стажер. Я отстажу. Спасибо большое, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Понимаю. Вот, пожелаем Аркадию удачного завершения. Ну, так же, работа. Пожелаем Аркадию удачного завершить день, работать без всяких прививоков. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания, удачи. Итак, сегодня мы посетили офис домопонщика Аркадия, который обслуживает вот этот прекрасный дом. И он нам рассказал о всех секретах, принципах и условиях этой работы. Смотрите наши следующие выпуски, где мы расскажем вам о всех необычных и интересных профессиях нашего безумного мира. Всего доброго вам и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!